Русское шоу Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Русский час». Программа для всех тех, кто говорит и понимает по-русски. Наша программа выходит в эфир каждую субботу в 9 утра по дублинскому времени. Выпуски программы можно слушать на волнах 103.2 FM в прямом эфире или в записи на сайте www.arlandru.com. На том же сайте вы найдете все архивные передачи, начиная с прошлого лета. А сегодня с вами снова я, Неролана. День сегодня солнечный, вопреки всем прогнозам. Температура воздуха сейчас плюс 8. В течение дня температура обещает повыситься до 10 градусов тепла. Хотя прогнозы были очень-очень неблагоприятные на эти выходные. Но видно, природа все-таки решила нас побаловать. А я приветствую все ирландские города и селения, в которых наши соотечественники слушают мою передачу. А также многочисленные города и селения на карте мира, в которых нас сейчас слышат родные и друзья соотечественников, проживающих в Ирландии. Название нашей передачи «Русский час» говорит лишь о том, что эта программа идет в течение одного лишь часа. Поэтому оставайтесь с нами в течение этого часа, дорогие друзья. Передать привет, поздравления в прямом эфире вы можете по телефону 085-133-0530. Ну а пока звучит музыка, зовите к вашим радиоприемникам, ваших друзей, близких, родных. Готовьте им ароматный чай или кофе и себя не забудьте также. С добрым утром, дорогие друзья! Этот закон давно известен, неинтересен, мир бесвесен, если даже дождь идет с утра. Надо, чтобы люди точно знали, нет оснований для печали. Завтра все будет лучше, чем вчера. Проснись и пой, проснись и пой, Попробуй в жизни хоть раз, Не выпускать улыбку из открытых глаз. Пускай как близен успех, Он выбирает из тех, Кто может первым посмеяться над собой. Пой, засыпая, пой во сне, проснись и пой. Все позабыть, что миновало, Все, что упало, что пропало, Все, что ушло обратно, не вернешь. Только туда и нет обратно, То, что сейчас невероятно, Завтра наверняка произойдет. Проснись и пой, проснись и пой, Попробуй в жизни хоть раз, Не выпускать улыбку из открытых глаз. Пускай как близен успех, Он выбирает из тех, Кто может первым посмеяться над собой. Пой, засыпая, пой во сне, проснись и пой. Часто от взрослых слышат дети, Что измельчало все на свете, Люди, дожди и все, что не возьмешь. Видно забыли, что вначале, Деды о том же им ворчали, А между тем все так же мир хорош. Проснись и пой, проснись и пой, Попробуй в жизни хоть раз, Не выпускать улыбку из открытых глаз. Пускай как близен успех, Он выбирает из тех, Кто может первым посмеяться над собой. Пой, засыпая, пой во сне, проснись и пой. Проснись и пой, проснись и пой, Попробуй в жизни хоть раз, Не выпускать улыбку из открытых глаз. Пускай как близен успех, Он выбирает из тех, Кто может первым посмеяться над собой. Пой, засыпая, пой, во сне, проснись и пой. Ну а у нас в эфире блок новостей. Эмигрантка из Польши подверглась российским оскорблениям от водителя автобуса. Неприятный инцидент случился с молодой мамой, Которая ехала со своим трехмесячным ребенком из района Тала в Сити-Уэст. Далее Арос садилась в автобус со своей подругой, И у них было две детских коляски. Но водитель автобуса разрешил взять только одну детскую коляску, Для которой было специальное место. Вторую пришлось собрать. При выходе на остановке, Полька сделала замечание водителю, Чтобы он опустил вниз специальный рам для спуска колясок. Но он в ответ грубо выругался И сказал нецензурные слова. Показал ей также средний палец. Дарья попыталась сфотографировать водителя на телефон, Но не успела, так как он быстро отъехал от остановки. Гражданка Польши рассказала ирландскому таблоиду, Что подобное произошло с ней впервые. Я крайне шокирована. Я работаю в отеле и встречаю людей многих национальностей, Но никогда не имела с ними проблемы. Рассказала Дали Арос. Я ведь не получаю никаких социальных пособий, И я ожидаю, что люди должны относиться ко мне на должном уровне. Молодая мама отметила, Что уже получила официальное письмо С извинением от автобусной компании Dublin Bus, В котором ее заверили, Что расследуют инцидент со всей серьезностью. Комментируя этот неприятный случай, Представитель городского совета по делам с эмигрантами, Джерри О'Конор, Отметил, что за прошлый год Число происшествий на почве расизма Выросло на 84%. В первом полугодии текущего года Зафиксирован дальнейший рост до 114%. Поэтому, по словам чиновника, Важно не умалчивать о подобных случаях И сообщать в соответствующие инстанции. Самая комфортная страна для работников-мигрантов С США, лучший город, Лондон. В исследовании, проводимом Boston Consulting Group, Приняло участие более 200 тысяч респондентов Из 189 стран мира. Полученная информация Помогла определить самые желанные уголки на планете, Где хотели бы оказаться трудовые мигранты. Больше всего участников исследования Привлек Лондон. 16% респондентов выявили желание Работать именно в столице Великобритании. На втором месте оказался Нью-Йорк И замкнула тройку лидеров Столица Франции. Она набрала 9%. В число желанных городов Попал и Дублин. Самый гостонаселенный город Изумрудного острова Занял 24-ю позицию. А среди стран по льву первенства Получили Соединенные Штаты Америки 42% И немного отстали от лидеров Великобритания, Канада и Германия. Выставка о трагедии в Одессе Состоялась в первом городе Ирландии, Дублине. Выставка работала в течение недели На Парнелл-Сквере И ее посетили многие люди Как ирландцы, так и соотечественники, Так и люди других национальностей. На открытие выставки пришло много людей И все с вниманием прослушали выступления Организаторов из Трейд-юниона Ирландии. Также Олега Меньшакова И прилетевшей девушки Юлии, Которая была свидетелем событий в Одессе. В данный момент выставка готовится Передвигаться по другим городам Ирландии И будет представлена в Лимерике, в Корке, в Голове И в других местечках и городах Ирландии. Дублинский кинотеатр Cineworld Cinemas Уволил одного из своих сотрудников За одну незначительную оплошность. Камеры, установленные в кинотеатре, Зафиксировали, что сотрудник расплатился За большой хот-дог по цене маленького. Ирландец утверждал, что сделал это по незнанию. Руководство кинотеатра, тем не менее, Приняло решение о его увольнении, Обвинив в краже. Что интересно, общая сумма, которую недосчитался кинотеатр, Составила всего 1 евро. Уволенный мужчина так это дело не оставил И подал в суд. Заседание суда признало его правоту, Аргументируя это тем, что работодатель Не имел права увольнять сотрудника Из-за столь незначительной оплошности. Теперь Cineworld Cinemas Будет вынужден выплатить этому уволенному сотруднику Компенсацию за моральный ущерб В размере 20 тысяч евро. И сообщение о прогнозе погоды Если у вас в эти выходные, дорогие друзья, Были запланированы какие-то мероприятия На свежем воздухе, То вам наверняка не понравится Эта информация. Метеорологи Ирландии объявили О сильных дождевых осадках Практически на всей территории острова И прогноз погоды на этот уикенд Сопровождается желтым предупреждением Об осторожности. Вот что сообщают метеорологи. Большую часть времени, начиная с пятницы, На территории Ирландии Ожидаются интенсивные осадки. Особую интенсивность дожди Приобретут в южных и западных графствах, Особенно в прибрежных и горных районах. Предупреждение Yellow Alert Относится к периоду времени С обеда пятницы и до воскресного вечера. В этот период ожидается выпадение осадков От 60 до 90 мм. На сайте resnalschool.net Можно наблюдать за скоростью И перемещением ветра. Ну вот, дорогие друзья, Сейчас в Дублине очень солнечно. Надеемся, что и в других районах Ирландии Можете сообщать нам сейчас, Какая у вас обстановка По телефону 0851330530. Но предупреждение Yellow Alert Так просто не выносится. Поэтому будьте готовы И подумайте дважды, Прежде чем вы отправитесь куда-то в горную местность, Если вы запланировали это на эти выходные. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну а для тех, кто немножечко загрустил после этого объявления, Звучит эта замечательная песня. Спасибо вам, дорогие друзья, За уже присланные текстовые сообщения. Обязательно озвучим их. И некоторые наши друзья говорят, Что в их местах также хорошая погода. Это в Эксфорд и Уиклу прислали. Дорогие радиослушатели, Спасибо вам за ваши сообщения Из этих мест. Ну и еще разочек говорю для тех, Кто немножко загрустил, Из-за сообщения о погоде Звучит эта замечательная песня. Звучит эта замечательная песня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие друзья, Опять независимые от нас обстоятельства, Что-то с аппаратурой. Поэтому мы немножечко передвинем сегодня Формат нашей передачи. И сейчас звучит наша следующая страничка. Пока здесь технические специалисты Выясняют, в чем проблема. Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие друзья, звучат позывные нашей новой рубрики, Которая началась у нас в конце августа, Рубрика «Духовные безопасности». И вы помните, что эту рубрику у нас ведет наш ведущий из Новосибирска Олег Владимирович Заев. Мы предложили вашему вниманию Эту регулярную рубрику, Так как в последние десятилетия, Особенно в последние годы После развала нашей атеистической страны, Страны запрещенного Бога, На землю России хлынули всевозможные Так называемые учения, секты Разного рода гуру, учителя. И это явление наносит Огромный вред нравственному воспитанию Новых поколений. Жизни всего общества. Фактически разваливая, разрушая все общество, Великую страну, Россию изнутри. Это явление настолько массовое и опасное, Что не придавать ему значения, Не замечать, было равносильно Не замечать огромной беды, Принявшей характер катастрофы. И об этом мы и беседуем В нашей рубрике с Олегом Владимировичем Заевым, Профессионалом, исследователем из Новосибирска. Олег Владимирович также является Руководителем Центра по вопросам Сектанства Новосибирского собора Во имя святого и благоверного князя Александра Невского. Вот Олег Владимирович уже рассказал В первых предыдущих трех наших передачах О деструктивном влиянии сект И псевдорелигиозных организаций На молодых людей И об опасности подобных ловцов душ Для молодежи, ищущей свое место в жизни. Группа, в которой работает Олег Заев, В год дает около 500 консультаций Пострадавшим от деятельности сект И их родным. И этой группой накоплен Огромный опыт работы сектанством. Примерно 100 человек в год удается вывести И спасти из сект, около 60 из них Принимает православие по выходу из секты. Олег Владимирович Заев Человек с уникальным опытом и знаниями. И сегодня мы продолжаем Этот актуальный для многих разговор. И у нас на проводе Олег Владимирович Заев Из Новосибирска. Доброе утро, Олег. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я рад вас снова слышать И сновь беседовать О наслаживо-трепещущей тени. Давайте продолжим нашу беседу, Которая в прошлый раз закончилась На слове ложность. Что же такое ложная информация, Которая ожидает того человека, Который готов стоять на пороге Ни того мира, в котором ему предстоит жить. Который приходит из семьи. Давайте попробуем продолжить И сотворить нечто потребное. Крохосын пришел к отцу И спросил, Крохо, Что такое хорошо и что такое плохо. Это продолжение той темы, О которой мы с вами говорили в прошлый раз. Догадали, что это доброизна, Который очень многих сейчас. Вы знаете, совершенно верно. Тема добра и зла. И в этом смысле мы, Конечно же, можем решать счастье. Нет возможности, уважаемые радиослушатели, Затронуть глубоко эту тему. Ну, может быть, когда-нибудь Мы и это заделываем. Вопросы затронуть антропологического характера. И я их лишь сегодня обозвучу. Итак, посмотрите. Как только мы с вами опытным путем, Мы уже взрослые, Не дети, они еще не понимают этого, И поэтому они так доверчивы. Но мы-то уже с вами понимаем, Что зло в этом мире есть. И есть ложь. Как ни странно. И то, что слова могут приносить разрушение. Они могут быть резкими, Несправедливыми, Ложными, Гневными, Яростными, Тщеславными, Коварными. Как ни странно. Они могут быть коварными. Они могут быть лицедейными. То есть человек может с помощью слов Создать у себя ложный образ. То есть манипулировать словами. Манипулировать словами, да. Создавая какое-то представление ложное, Представление о себе. И в этой связи возникает вопрос, Возможно ли вообще Научиться различать ложь и право. И не только научиться, Но и передать это умение своим детям. Вот, 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 вот. Передать детям умение различать ложь и истину. В противном случае, Когда мы этого не делаем, То тогда наши дети Воспринимают ситуацию Ну, их жизни, да. Как будто их, Как у таких маленьких И не очень взрослых щенков Выбрасывают в речку. Выплылишь или не выплышь. То есть они, дети, Ну, тут уже повзрослевшие, конечно, Область 18-20 лет, Они очень часто так себя и воспринимают. То есть, так сказать, Организм дали, Жизнь дали, Ноги дали, руки дали, То есть способность перемещаться, Говорить слова дали, А вот не научили, Как правильно пользоваться этим. Вот. То есть они очень часто переживают Некоторую растерянность. И очень часто именно эта растерянность Служат причиной конфликта Отцов и детей. То есть они недоумевают. Ну, как же так? Вы взрослые, Неужели вы ничего не поняли, Вы террористники, Ничего мы им не передали? Нет наследства. То есть человек не чувствует себя защищённым В рамках своего рода. Духовного наследства. Духовного наследства, да. Я совершенно именно это и предполагаю В нашем случае. И вот, опять же, Пометуя о тех стекулках, О которых я говорил в прошлый раз, О разных концепциях, О разных подходах К оценке того или иного явления, Мы опять с вами, Оставаясь верными Той изначально положенной традиции, Смотреть на мир Пока что глазами православия, Глазами ортодоксального христианства. Что же у нас получается? А у нас получается, Что с точки зрения Антропологического вопроса Человек трёхчастен. Дух, душа и тело. И в рамках Этой трёхчастности Его душа обладает Тремя силами. Это умная сила, Эмоциональная сила И вожделительная сила, Которые должны Соотноситься друг с другом В определённом сопочнии И пребывать ещё До баллады здравости. Так вот, Если мы, Не особенно погружаясь В эти вопросы, Лишь затронем И скажем, Что умная сила Обладает Телья располагает Рассудком, 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 Располагает Совестью, То понятно, Что рассудок В душе человека Выполняет примерно, Ну, понятно, Что примерно Ту же самую функцию, Которую выполняет Желудок В физиологическом Организме человека. Что делает Желудок Нам всем понятно. Он Расщепляет хлеб. И Расщепление хлеба Даёт человеку Возможность Жить. Даёт ему Энергию, Даёт ему Тук В смысле Плоть. Он Укрепляет Кость, Делает его Волосы Прекрасными, Кожа чистой. Ну, даёт ему Хороший, Качественный Микроэлемент, Из которых И вкладывается Тело человека. Я уж не помню, Кто сказал, Но это очень Правильное изречение. Мы есть То, Что мы Ем. То есть, Что мы кушаем, То мы и есть. Самое, Сказал Гиппократ. Возможно, Да, Возможно. И в духовной жизни Получается так же. Получается, Что и в духовной... Как раз Есть Если можно Образиться Желудок Переваривающий Духовную Пищу, То мы Получается Есть то, Что мы едим Духовно. Совершенно верно. Но посмотрите Ещё лишь Обращу Ваше внимание На то, Что происходит В желудке. Ведь Прежде чем Усвоить И употребить Ценный Питающий Организм Вещества, Желудок Должен Расщепить Весь хлеб На маленькие Составляющие На мельчайшие Составляющие После этого Проделать Ещё одну Операцию Это распознать Все составляющие Хлеба И Скажем Отнести Со своим Организмом Тот ли этот хлеб Тот ли это белок Те ли это жиры Те ли это углеводы Те ли это аминокислоты То есть Организм Распознаёт И Лишь после Вот Целой Сложной Сложной Процедуры Которая Подчас Известна Только Наверное Глубоко Посвящённым Ветаминникам А процесс Завершается Ну скажем так Оздоровлением Человека Когда пища Способна Именно Сделать Наше тело Здоровым То есть Усваивается Некоторые элементы Усваивается Да Убрасываются Совершенно верно То есть Так вот Если мы с вами Опять же Посмотрим На ситуацию Через призму Христианства То мы Легко Вспомним Слова Которые Говорит Спаситель В отношении Слова И он Говорит Следующими Словами Не хлебом Единым Жив Человек Но Всяким Словом Божим То есть В данном Случае Мы видим И совершенно Закономерно Этот отрывок Подтверждает Наше Смелое Предположение О том Что рассудок Человека Выполняется В самым Человеческий Шелудок Рассудок Питается Словом Душа Питается Словом И в этой связи Возникает Несколько Проблем Первая Проблема Вытекает Из некачественности Пищи То есть Мы знаем Мы опытным Путем знаем Что пища Может быть И нездоровой Она может Содержать Некоторое Количество Ядовитых Веществ И степень Ядовитости Опять же Имеется Целый Инспектор Состояния То есть Это может быть Цианист и калинин Мы вспоминаем По этому поводу Известную Поговорку Или пословицу Не знаю Как правильно Сказать Горик Хреб Это у меня И врага То есть Хреб Может быть Испеченный Прекрасен Но Там Содержится Какой-то яд И тот Радушный Гостеприимный Хозяин Вполне возможно Преследует Совершенно Имеи цели Это он Делает вид Что он радушен А на самом деле Вполне возможно Он ставит Перед собой цель Отравить тебя То есть По крайней мере История знает Кому немало Примеров И придворных Переворотов И массу Чего-другого Можно вспомнить Но В этой связи Мы обязаны Обратите внимание Обязаны Предположить Что И Духовная Пища Может быть Идовит А это означает Что слова Не все Питают душу человека Некоторые слова Убивают И в этой связи Возникает Опять же Осмысление Процесса Расщепления Информации Процесс Расщепления Информации Это главная Функция Нашего Рассудка Если На выходе На выходе На выходе Ну скажем так Процесса Переваривания Пищи Мы получаем Ток И энергию То Процесс Духовного Переваривания Заканчивается Появлением Убеждений То есть Человек В процессе Переработки Информации Получает Убеждение По поводу Того И иного Вопроса То есть Он Говорит Либо Да Это правильно Верно Нужно И справедливо Либо Нет Это неверно И правильно И справедливо Либо Он Встраивает Это Ну Результат Процесса Обработки Информации К тем Убеждениям То есть Довершает Процесс Созревания Убеждений И Все более И более Убеждается В правоте Либо Напротив Он Что-то Абортирует То есть Отвергает То есть Получается Что Его душа Либо приемлет Это Либо не приемлет А заключает Это От тех факторов О которых Мы говорили В предыдущих Наших Передачах То есть Как он Был подготовлен И как его душа Была подготовлена В детском возрасте Его родителями Может ли он Принять Приемлет ли душа Подобное Или не Или она Не противостоит Этой пище Которая Задержит в себе Яд Совершенно верно Зачастую Этот яд В очень красивой Упаковке Подается Ну да То есть И опять же Если мы с вами Скажем так Не будем Забывать А в общем-то Именно сейчас Напомним Сами себе О том Что мы стоим Именно на Христианской Платформе Пока что Как исследователь Как аналитики То в этом В этом случае Коварно Коварно Обольстительно Ложно Что еще Что еще Прелестно Совершенно верно Прелестно Да Вот И возможно Еще можно здесь Что-то Сказать Но Ведь Зло Обладает Одновременно Всеми этими Слышнями И В случае Когда мы Сталкиваемся С какой-то Информацией То перед нами Стоит задача Распознание То есть Что Из того Что мы Слышим Справедливо Что Нет То есть В данном случае Очень важен Момент Различения Различения Совершенно верно То есть Именно Расщепление Которое С одной стороны Предполагается Способность Интеллекта Человека Ну Давайте скажем Свойство Его души Потому что Одного интеллекта Недостаточно Свойство Его души Чтобы Ну Скажем Обозрев Ну Псеконтуры Эти Информационные Ну Псеконтуры Информационного Блока Прийти К какому-то Выводу Возможно Это 50 на 50 Ну Допустим Да То есть Если Зло Коварно И оно Как известно Рядится В одежды Правды То есть Оно И бантик Себе Красивый Повяжет И Какую-то Такую Завитушечку Сбоку Сделает Вот И Ричик Оно Припудрит И В целом Смерть Припудренная Она Как-то Становится Очень Похожей На жизнь Ну то есть Мы знаем Что даже Ветка Срубленная С дерева Она еще Сохраняет Некоторый Аромат Ствола Хварит Не знаю Какое-то Дерево Да И вид Еще сохраняет Но В течение Времени Оно Сохнется И В конце Куку Пропагается Поэтому Зло Коварно Оно Обманчивое Все Свои Усилия Употребляет Для того Чтобы понравиться Понравиться Ну а мы Хоть скоро Знаем Об этом То не должны Поддаваться На провокацию Вот Значит С одной стороны Казалось бы Мы узнали О том Что Существует Добро и зло Существует Ложь И Истина Но Достаточно Ли нам Этих Знаний Здесь Оказывается Что просто Номинальное Знание О том Что существует Добро и зло Истина И ложь Лишь отчасти Наш приблизает К решению вопроса Но насторожились Мы Ну то есть Мы Априори Еще до опыта Знаем Что Ну да Что нам Рассказывали О том Что и зло Существует И допустим Детям Многим детям Рассказывают И в школе И уже В старшем возрасте О том Что добро и зло Существует Но однако же Это лишь отчасти Приближает Человек К решению Проблемы Но Возникает Момент Ведь Нужно Практически Научиться Распознавать Это Практически А Как вы догадываетесь Это очень Непросто Потому Как Жизнь Очень Динамична Очень Динамична И Подчас Человеку В режиме Ну как это Принято Сегодня Называть Режиме Онлайн То есть Режиме Постоянно Текущей Жизни Которая Надвигается На Человека Как примерно Ну скажем так Поток воды Из реки На него Надвигается То есть Она Течет Не останавливаясь Ему Нужно Постоянно Постоянно Принимать Решение И Не ошибаться Потому что Стоит ему Ошибиться Как возникает Ошибка Оплошность Через ему Подбиотлони Что Нужно Мешать Штрафной Круг Отработать А жизнь На месте Как известно Не стоит Но Об этом И Продолжение Нашего Разговора Я понимаю Что у нас Будет В следующий Раз Благодарю вас Олег Спасибо большое За нашу Сегодняшую Встречу И до новых Встреч Всего доброго До свидания Looking for a job In sales FMI Is Ireland's Leading field Management agency And are currently Hiring for sales Representatives For a national Residential sales Campaign FMI Are looking for People with Excellent communication Skills And the right Attitude Apply directly Online At www.fmi.ie Or call Connor On 014963399 FMI Reaching people Everywhere 103.2 Dublin City FM Multicultural Programs For New Dubliners Редактор Субтитры создавал DimaTorzok Создатель этой клиники, руководитель клиники, сертифицированный пластический хирург, доктор медицины Эдуард Юршевич. Стаж работы в области хирургии у доктора 23 года. В Европейской ассоциации пластических хирургов принято оценивать уровень специализации в лоциях. Морской термин вошел в медицинскую терминологию для обозначения уровня профессиональной подготовки. И европейская сертификация состоит из 11 лоций, охватывая весь спектр пластической хирургии. Эдуард Юршевич, согласно европейской сертификации, имеет уже 9 лоций. Доктор медицины Эдуард Юршевич, член Латвийской ассоциации пластических эстетических и реконструктивных хирургов, Совета Международной ассоциации пластических эстетических хирургов России, при Международной конфедерации обществ пластической, реконструктивной и эстетической хирургии в системе ИПРАС, член правления Международного общества пластических хирургов и онкологов. Эдуард Юршевич – один из ведущих специалистов Латвии в области эстетической медицины. Он разработал и запатентовал ряд нововведений в эстетической хирургии. Успешно защитил две диссертации на соискание высших ученых степеней в Российском научном центре хирургии Российской академии медицинских наук. В 2004 году ученым советом при Латвийском университете ему также присвоено звание доктора медицины. В октябре 2010 года в Москве успешно защищена диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук. В течение многих лет доктор Эдуард Юршевич выступает в качестве лектора на самых значимых европейских и международных форумах пластических, эстетических и реконструктивных хирургов и онкологов. Он действительно член ряда международных сообществ пластических и реконструктивных хирургов. И вот с таким интереснейшим человеком удалось побеседовать нам, дорогие друзья, записать интервью для нашей программы. Мы беседуем с доктором в его приемной, и поэтому, простите за то, что будут некоторые шумы, соответствующие для клиники, но доктор любезно согласился рассказать нам о своей деятельности. Если будут какие-то вопросы к Эдуарду Юршевичу, мы с удовольствием их передадим. Присылайте их на адрес нашей программы. А сейчас предлагаем вашему вниманию интервью с доктором Юршевичем. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. Я уже обещала нашим радиослушателям неделю назад, что вы будете у нас в гостях, и аудитория уже ждет, подготовлена. И большое вам спасибо, что вы согласились участвовать в нашей передаче. Расскажите, пожалуйста, вот о вашей клинике, о том, чем вы занимаетесь, кто вы. Как вы пришли в эту сферу, можно сказать. Спасибо вам большое за приглашение поучаствовать в вашей передаче. Я хирург, пластический хирург, фамилия Юршевич, Эдуард Николаевич, доктор медицинских наук. Работаю в пластической реконструктивной хирургии уже более 20 лет. Вообще хирургом работаю с 1987 года. Вообще я закончил Рижский медицинский институт и стажировался в пластической реконструктивной хирургии и в России, и в Германии, и во Франции. Мне удалось работать с такими великими хирургами, как профессор Маршак во Франции. Я был на стажировке в Германии, профессор Лоша. Мне приходилось работать с многими великими российскими врачами и хирургами, такими как Николай Олегович Миланов, который был руководителем моей кандидантской докторской диссертации, которые были посвящены эстетической и восстановительной хирургии лица и многими другими хирургами, которые занимаются пластической хирургией в Российской Федерации, которые сегодня руководят федеральным центром пластической хирургии, руководителем кафедры и так далее. То есть круг общения в пластической хирургии у меня довольно широкий. Я являюсь одним из лекторов по обучению вопросов пластической хирургии лица. Хотя мы занимаемся, конечно, не только лицом, но это та наука, которой я занимался долгие годы и являюсь научным редактором, соредактором некоторых цитируемых журналов. Это аналог пластической хирургии, который выходит в Россию, и вестник эстетической медицины, который тоже в России. То есть занимаемся очень серьёзно вопросами пластической хирургии лица и вообще вопросами пластической хирургии, омоложения и так далее. Вообще, если говорить про нашу клинику, она расположена в Риге, в историческом центре. Это довольно большое медицинское учреждение, многопрофильное, которое занимается хирургией комфорта. Причём хирургия комфорта не только внешнего вида, но и функциональных всевозможных заболеваний, которые мешают человеку жить комфортно. Это называется хирургия комфорта. Это хирургия комфорта, да. Это хирургия связана с функцией носа. Это не только внешность, то есть не только форма носа, скажем, но и функция. Дыхание. Дыхание, конечно, функция дыхания. Это, безусловно, эстетическая хирургия лица, то есть когда мы можем действительно производить омолаживание лица с сохранением внешности, я подчёркиваю, да, то есть не искажается. Мы занимаемся хирургией груди, как и конструктивной после всевозможных заболеваний, скажем, как рак, например, молочной железы, так и чисто эстетически. Мы занимаемся хирургией, урологией. Огромное количество пациентов у нас по функциональному состоянию, мужскому функциональному состоянию, когда происходит нарушение эрективной функции, то есть снижение эрекции. Существуют великолепные операции, которые дают стопроцентный результат. Если говорить про мужскую хирургию, ну, помимо внешнего вида, мы занимаемся урологией, мы проводим уникальные лазерные операции при нарушениях мочеиспускания, недержания мочи, ну и так далее. Это и мужчинам, и женщинам? Мы занимаемся реконструктивно-восстановительной гинекологией. То есть у нас есть целое отделение восстановительной гинекологии, когда мы проводим операции реконструктивные или даже эстетические, послеродовые, когда происходят разрывы, когда происходит нарушение половой жизни. То есть это так называемая тихая эпидемия. Все об этом молчат, но проблем очень много. То есть это, вот мы этим занимаемся довольно серьёзно. Помимо этого, конечно же, это драматология, эстетическая драматология, лазерная драматология. У нас полный парк лазеров, которые занимаются очень селективно каждой проблемой. Лечение сосудов, пор, акне. Мы занимаемся фотодинамическим лечением кожи. То есть это очень многопрофильная клиника, которая выполняет огромный объём работы по, вот как мы с вами коснулись, по комфорту жизни, так скажем. Этот термин вы изобрели занятие? Ну, это один из терминов, так скажем, направление нашей клиники, это комфорт жизни. То есть это управление старением, это антиэйдж терапия, это подбор, так скажем, наружных косметических средств, ну и так далее. Вот. Ну и мы не забываем про науку. Естественно, мы проводим большие научные семинары у себя, и встречаемся с коллегами, которые серьёзно занимаются этими направлениями. Происходит обмен, международный обмен, как научный, так и вот, кстати говоря, если говорить про географию наших пациентов, то у нас огромное количество европейских пациентов, которые приезжают к нам и из Ирландии, и из Британии. Ну и из Великобритании. Вы знаете, получилось так, что я один из тех лекторов, который довольно часто был за границей, там, конференции, многих пациентов пооперировал, так называемое сарафанное радио, когда кто-то увидел свою близкую половину новую или родственники, да, потому что сейчас границы открыты, очень много людей ездят, друг с другом общаются, они видят результаты, и, конечно, они тогда приезжают и получают очень квалифицированную помощь. И должен сказать, что все-таки наша медицина, она классическая медицина, и она основана на научных данных, и я подчеркну, что мы не прекращаем заниматься наукой и научным обменом, поэтому все, что есть современное сегодня, это используется, безусловно, используется и внедряется. То есть, инновации, которые появляются... Конечно, конечно, а как же, конечно. А я знаю, что приехавшая пациентка, скажем, она получает также и размещение у вас здесь. Да, у нас есть. Она не беспокоится у отеля. Как это происходит? У нас есть апартаменты разного уровня для приезжих пациентов, потому что действительно у нас пациентов очень много, география очень широка, и страны бывшего Советского Союза, и европейские страны, и, в господи, Австралия, и даже Южная Америка. Ну, и Северная Америка тоже, потому что наших людей очень много везде. Как правило, это наши бывшие сограждане и наши бывшие, ну, так сказать, сограждане и их члены семей. И, конечно, уже потом идёт, так сказать... Второе и третье поколение знакомых... Да, знакомых, родственников, близких и так далее, уже и совершенно не потомков наших, так сказать... Пациентов. Ну, да, и сограждан. Да. А вот клиника называется Липекс. Это связано? Что это вот называется? Липекс – это торговая марка. В своё время мы довольно широко занимались изучением поведения жировой клетки. Липоцит. А удаление – это отрицательная... ну, экс... отрицательная часть предлога, да? То есть удаление жировой клетки. Да, то есть мы занимались липосакциями, липоскультурой, и сейчас занимаемся пересадкой жировой ткани и так далее. И когда мы объединяли технологию работы на жировой ткани, мы, ну, вот, определились, что это будет называться Липекс, то есть липоцит, как клетка, и экс-удаление, да? И как бы сокращенно получилось Липекс. И тут сохранилось это название? Да, это патентованное название. «Торговая марка». И теперь у вас есть такой сайт, где пациенты, скажем, или просто интересующиеся, где могут зайти? Да, действительно, и сайт наш называется именно по названию торговой марки и технологии работы с жировой тканью. Это Липекс. То есть любой человек может посмотреть сайт Липекс и почитать всё, что... Да, он может зайти www.lipекс.lv и посмотреть, во-первых, ознакомиться с нашей клиникой, сотрудниками, видами деятельности и так далее. Помимо, так сказать, непосредственной хирургии и дерматологии, и амбулаторной части, мы занимаемся ещё и диагностикой. У нас есть компьютерный томограф, который используется во всех отраслях медицины, да? Со всеми реконструкциями радиологическими мы всё это можем делать. Ультразвуковая диагностика, гормонодиагностика, но очень широкий спектр возможностей, это правда. А гормонодиагностика у вас применяется, скажем, перед операцией? Нет, здесь идёт об антиречитерапии, когда... Вот это очень интересно, расскажите. Да, когда идут изменения гормонального фона, то для регуляции вот этих нарушенных связей гормональных, да, довольно часто, особенно в менопаузе, в мужчин тоже, да, производится, ну, так скажем, коррекция вот изменений, да, то есть это... или наблюдение для того, чтобы улучшить состояние, чтобы не было такого быстрого старения, чтобы люди себя чувствовали комфортнее. Конечно, мы не лечим эндокринные заболевания с точки зрения, как сахарный диабет, например. Это уже специализированное учреждение, которое занимается эндокринологией. Но если речь идёт о вопросах старения, когда снижается уровень гормонов, когда у женщин в определённом возрасте уровень гормонов падает, там изменения идут разного порядка, и чтобы это регулировать, чтобы чувствовали себя комфортнее, это производится у нас. Это и гинекологи, и драматологи специально у нас работают над этим вопросом, и это очень серьёзная работа, и она очень помогает жизни для людей. Комфорт жизни действительно повышается, это правда. Я могу понять, что многие люди будут заинтересованы именно вот этой направленностью, одной из направленностей. А вы занимаетесь, скажем, волосами, если люди ещё... Волосы и ногти. Это драматологическая проблема. Да, мы делаем много процедур для профилактики выпадения волос. Это так называемая перпитерапия. Это у нас на сайте всё отмечено. Это потенциал использования, потенциал крови. И там, конечно, большие перспективы. Пересадку волос мы вводим по новым технологиям, не по старым, по новым. Но это будет с августа. Не с августа, а с осени. Уже в этом году? Да. Так что это большой пласт. И это очень интересная работа. А что касается профилактики, конечно, да. У вас очень высококвалифицированные врачи. У нас работает, по-моему, уже пять докторов наук. Все они хирурги? Нет, нет, нет. Разные профилактики у нас работают. Это очень высокий уровень? Ну, доктор медицинских наук. Это очень высокий уровень для клиники. Очень высокий уровень. Вот, и я как руководитель, я тоже являюсь доктором медицинских наук, и всегда поддерживаю наших докторов, кто занимается наукой. И мы, конечно, очень, ну, стараемся, так скажем, шагать с научными данными. То есть здесь практически у вас научный центр к тому же. Ну, в общем-то, да. И практическая работа идет, и научная. Да, да, да. И научная, научно-исследовательская. А вот, может, такой вопрос. Вот вам самому, что больше всего нравится вот из всего этого спектра, который вы сказали? Ну, эти я практически всю жизнь потратил, ну, как потратил, не потратил, а занимаюсь хирургией. И, конечно, я не вижу себя без хирургии. Я занимаюсь лицевой хирургией очень серьезно и выполняем любые операции, которые сегодня существуют по эстетической и реконструктивной хирургии лица. То есть вам именно нравится лицо? Ну, я оперирую, конечно, все, потому что есть базовые операции, которые все пластические хирурги делают. Но лицо – это то, чем я, ну, занимаюсь с огромным удовольствием. Дорогие друзья, окончание нашего интервью с доктором Эдуардом Юршевичем мы предложим вам в нашем последующем эфире в следующий раз. А, к сожалению, наша передача подходит к концу, потому что передача наша называется «Русский час». И этим все сказано. Наши 60 минут истекают, а у нас есть еще приветы и тексты, которые вы прислали, дорогие друзья. А пришел текст. Доброе утро. Радио «Русский час». Хочу передать привет. И доброе утро моей супруге Татьяне. Хорошее, красивое утро. Улыбайтесь, друзья. Шамиль. Спасибо вам, Шамиль, за тексты. Дорогая Татьяна, привет вам от вашего супруга Шамиля. Также привет маме Светлане и доченьке Ксении, 11 лет, которые слушают нас каждую передачу. Привет Дзентри, мастеру красоты из Риги. А также мы передаем привет Ольге Сапожниковой, члена Творческого союза художников России и руководителе детской изо-студии «Азбука искусств», которая слушает нас в Москве. Передаем привет Наташе Кудряшовой по образованию миротворцу и большому другу нашей программы, ее постоянному слушателю. Привет также нашему новому слушателю Эмилю, отцу пятерых детей, отличному компьютерному специалисту. Эмиль в данное время работает не по специальности и находится в поиске работы с компьютером в ночное время. Если у вас есть сведения о таких вакансиях, дорогие друзья, пожалуйста, сообщите нам и помогите Эмилю найти работу с компьютером в ночное время. Также мы передаем привет нашим новым ирландским слушателям. Мы приветствуем наших слушателей Дона Смита, фотографа, который очень много работал в своей жизни с многими русскими знаменитыми людьми, с балеринами, с танцорами, с художниками, с композиторами. Его отец был руководителем оркестра, очень много исполнял русской музыки. И Дон сам вырос на музыке Стравинского и является самым ирландским очень известным человеком. Мы приветствуем наш новый Ирландский слушатель, фотограф Дон Смит, который работал в его жизни с многими русскими знаменитыми русскими знаменитыми балеринами, танцорами, артистами, композиторами, и whose dad был англандующим контрактор и performed famous русский русский. Дон himself was growing on the music of Стравинский и он был самым настоящим знаменитым. Привет, Дон. У нас есть урландский. Мы приветствуем наших дорогих новых ирландских слушателей. А также мы передаем привет и поздравления Геннадию Полищуку, который слушает нас в Калининграде, и поздравляем Геннадия с днем рождения. Геннадий Полищук, заслуженный артист Эстонской АССР, член-мастер художественного слова, автор и руководитель проекта «Зеленоградск. Родина Буратино», президент Калининградской региональной общественной организации «Творческое объединение. Настоящие друзья Буратино». Также футбольный аудиокомментатор интернет-порталов, официальный голос учебных фильмов. Поздравляем Геннадия Полищука с днем рождения. И на этом мы заканчиваем, дорогие друзья, наш эфир сегодня. Оставайтесь с нами каждую субботу с 9 до 10 часов утра по дублинскому времени и слушайте нас в записи на интернет сайте www.irelandru.com. С вами была Неролана. Хороших вам выходных, прекрасной вам недели. До свидания, до новых встреч. И для вас поет Каролин Моро, давний друг и слушатель нашей программы. Субтитры создавал DimaTorzok 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 And it takes place right here in Dublin City FM. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Hi there, my friends. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok